Дорожники ведут работу по обустройству ледовой переправы через Лену по направлению Хатасы-Павловск. Ждать осталось около недели, однако водители-нарушители продолжают рискованные переезды по неокрепшему льду. Сюжет Виталия Абрамова. В районе Зеленого Луга и у берегов Хатас снова звучат споры. Это проходит совместный рейд МЧС, ГИБДД и административной комиссии по несанкционированным выездам автотранспорта на лед. Но, несмотря на это, автолюбители продолжают свой рискованный вояж. Вероятнее попал в наледь, там вода. Сейчас очень рискованно проезжать по переправе. Может быть провал. Уже гибель печальная статистика есть. В Нижнеколымском мы ищем снегоход с двумя человеками. И поэтому сейчас в настоящее время официальная переправа Якутск через Хатасы-Павловск не открыта, не допущена. И никто не может гарантировать безопасность. И вся ответственность ложится на таких нерадивых водителях, которые рискуют как своей жизнью, так и жизнью пассажиров. По планам данная переправа должна была открыться на следующей неделе. Но природа преподносит свои коррективы. По нормативам для легкового транспорта толщина льда должна быть не менее 37 сантиметров. Лед толщиной 30 сантиметров. Разрешенная величина 37 сантиметров. И поэтому он еще белый, пористый, поэтому еще не окрепший лед. Тем временем дорожники продолжают намораживать лед и уже приступают к чистовой обработке. На берегу подготавливаются подъездные пути. Процентов 70 готово. Завтра привозим вагончики сюда, вставим дежурных. Начинаем обустройство знаками. Мы заканчиваем здесь подвес. Расчистку полосы мы в четверг до обеда заканчиваем. Между тем, из-за проблем с автомобилистами перестали курсировать суда на воздушных подушках. Паром с ледоколом еще ходит, но и до их прикола остались считанные дни. Так что вполне возможно, что хатасская переправа будет принята до конца недели. Дорожники обещают закончить работу к пятницам. А пока инспектора ГИМС напоминают, что несанкционированный выезд на лед влечет наложение штрафа до 5000 рублей.